Светлана Светлана Она вообще вся другая Посмотри, у нее коробка передач здесь находится Ну а у тебя где? А у меня вот здесь Понимаешь, она просто другая У нее все другое здесь вообще А вот это? Ну вот эти такие же Экран такой же, а все остальное Все управление, все вообще другое А вот если глянуть на туда Туда? Ну я не знаю То же самое сейчас попробую Похоже, да, то же самое Ну хорошо, но с точки зрения размера Это же тот же размер, это тоже GLA, правда? Ну так а тебе больше не надо Так что ты хочешь, чтобы у нас было две GLA? Ну что, вот одна такая красивая Они совершенно разные Посмотри, как у она цвета красивая И у нее сиденья, она более лакшер Я бы себе такую хотела бы даже Потому что она более лакшер, чем моя Ну подожди, это та, в которую я залез просто Посмотри, у нее какое сиденье У меня обычные подголовники А здесь какие подголовники Да, сиденье другое Небось они и двигаются Ну давай, выйдем нас Лена к нам пришла Пойдем к ней Рейс-кар Рейс-кар Вау А у тебя там типа 250 Понял Это кричит Будете раздражать Такой машиной раздражали бы своих нейросов Она рысь очень громкая, шумная А тактик вылетит Тапку вообще не слышно Мы сейчас вот такую возьмем и поводим Как сказала Светлана моя Что Если проводить дни рождения так, как мы Ну так, как я в данном случае То Таки, таки хорошо, что только раз в году Вот То есть как-то особый смысл Появился в известной песне Красавцы Ой, красавцы Ну правда Ну Свет А вот как ты Например Отнеслась бы к такой мысли Что вот в семье там скажем Два Мерседеса У нас было И два Лексуса было У нас два Лексуса Два Мерседеса У нас всего было по два Так что Проблемы никакой нету Да Ну просто совсем одинаково Как бы иметь не хочется Но Если они разные Я думаю тут история вот какая Значит Все-таки Существенный момент в том Есть какой-то хороший дел Или нет Скажем на Акуре нам дали хороший дел На Лексус я тоже не жалуюсь То есть там Ну просто вот момент такой Что Есть ли где-то что-то такое Жах И ты думаешь Ё-моё Ну вот из всего что есть Вот за эти деньги Ты ничего такого не возьмешь Вот только тут Ну я тебе так скажу Я не знаю как как бы здесь Дело будет Да Но ни в одном Ни на одном дилершипе Не было вот этого 360 То есть вот этих лакшери пакетов Которые для нас Имеют значение Ни в одном дилершипе Просто так не было Они все были за деньги Мало того Они как правило Были доступны На более дорогих машинах А на той На которой мы хотели Так нет Ну здесь ты тоже берешь Если ты берешь Эту более дорогую Кстати я бы на этой маленькой Тоже проехала Она говорит что она шумная Она спортивная Но Светлана не надо тебе шумную Зачем А вот такая Как тебе нравится Она просто седан А где Ну вот Тоже здоровенный Но седан просто Ты понимаешь Я даже не понимаю Что это за машина Вот давай Пойдем Пойдем откроем сзади Багажник у него Откроем У него конечно Морда Здоровеннейшая Так И Что это тут И 400 Ну да Сделано Сделано в Германии То есть у него мощный движок Понимаешь У него мощный движок У него такой багажник Это даже багажник Без опускающихся сидений Да Это для бандитов Оружие перевозить Нет Людей Связанных Да Могли бы и третий ряд сидений поставить Понимаешь Настолько вот это все Сейчас такая тенденция пошла Значит вот тут ручки ставить Чтоб можно было сиденье вперед перевернуть Но Ну Да Не ну Он очень симпатичный Просто очень длинный Ну куда же такой Ну что Вот это Лен Лен Вот вопрос у меня Да Значит эта машина чисто внешне Практически не отличается от той Что я 10 лет водил Вот этот ML320 у меня был У тебя был нос поменьше Ну мог бы чуть-чуть На самом деле они другие ML они были побольше Машины Они были пошире Они были подлиннее Они были повыше Так У них нос здесь Не был такой длиннее Как свет говорит Да Он был чуть-чуть поменьше А с точки зрения Вот чем напичкана Вот в чем разница У нас совсем другие технологии Ну да Прошло то Немного Много лет Да 18 лет прошло Ну вот Поэтому они совсем другие машины И она В чем разница между этой машиной Скажем ML Эта машина едет как машина Не как трак Не как SUV Хотя по идее SUV Должна быть на шасси траковый Да Но она чувствуется И опять таки У нас же точно то же самое есть Ваши машины У нас есть Sports Sports Plus Здесь есть То есть она Если вам нужна Передача спортивная Да Если вам нужна Разогнаться Развеска Спортивная Есть возможность На нее поставить Угу Но в целом Машина Замечательная Очень теплая Ну мы можем да Поехали В этой машине У нас будет разница В Запись поставь Да я поставлю В нашей центральной Консоли И еще один плюс К этой машине За счет того что она Немножко другая У вас регулировка Вашего Руля Будет Электрическая То есть вот там есть Такая маленькая Между А регулировка руля В смысле вот вверх-вниз Перед-назад Да Хорошо В машине Светланы Там нужно это рукой Вот так Я его даже не меняла Он никак Так стоит Ой Вот она Вау Ну вообще Угу Хорошо Мне нравится Окей Кондиционер убрали Я помню Так Кондиционер Хорошо Теперь Значит здесь нет навигации То есть мы так пойдем пока В этой конкретной машине Нет навигации Я в ней немножко так Танкистом себя чувствую Так я низко сижу Может быть мы так Повыше сейчас Ооо Так Пошли Пошли Ооо Давай давай Миша Оп Так Назад немножко Нет Все хорошо Вот оно Ооо Эх Хорош Так Ну что Поехали Так Минуточку А Собственно чем Все там же Все там же Рядом с рулем А То есть все на руле Я понял Так А я понял Все вон там Смотрим на экране Нет Смотришь сюда Нет нет Я понял там Передача там Значит это здесь Окей И поедем влево Туда поедем Хорошо 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 Здесь такая же Идея такая же Как в Светланиной машине Вот эти все расстояния Которые Которые там К ним постепенно Привыкнете Да У вас Много Он бибикнет Если я слишком близко Это не бибикнет А чё так Но у вас очень много А чё ж она не бибикнет А если я не дай бог Там А вот этот хочет ехать У нас не ударишь Не не Ну что же Интеллигентные люди А чё он скрипит А что скрипит то Так Ну-ка Едем Так Едем Но не быстро Так Значит Леночка Куда нам Направо Так Окей Так Это мы так гудим? Ну-ну-ну Это на дороге кто-то? Да А окей Нам-то чё Так Направо Направо Так Идём Да Так Сразу убираю эту Окей И Разгоняется как родной Это та же самая идея То есть маленький двигатель За счёт того, что мы можем регулировать количество воздуха через двигатель Мы сейчас на нашем комфортном болт Без спортивного идём Пока без спортивного Но здесь есть Уникальная вещь Так Можно Перейти Со спортивного На Спорт Пласс То есть Спорт Пласс А тут сколько цилиндров в этой машине? Точно такой же двигатель, как у вас А Тут 4, да? 2 литра 4 цилиндра Да А, даже не 6 Ну, не 6 Ты смотришь А И на этом светофоре поворачивают А Вот она там, где красненький Так Хорош Так Вот 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 Отлично Идёт Просто шикарно То ли от того, что я привык тогда к мерседесу Я не знаю, много лет ездил, то ли что Но идёт она, как сказать Ну, она на сегодняшний день Она хорошо ездит Она Это первая машина, которую мы Она первая по продаже Везде Я Ездил И сегодня Поршик водил Первый раз в жизни сел за Порш С правой И Удовольствие получил невероятное Ну, вот Я хочу сказать, что В этой Кое-чего есть От того То есть По ощущениям Надо ещё немножко Повихлять Ой, сейчас я вас поставлю На Моут Поршика Так Не-не-не Ну, не надо Ну, так Я никогда не езжу на спорте Или что-то Даже если бы было Просто, чтобы мы почувствовали Что на самом деле Машина может Всегда хорошо знать, что есть возможности А вот мы в своё время не спросили В моей машине У неё сколько этих Мешков безопасности? Так, прямо, да? Все наши Все прямо? На право Окей Девять Девять Отлично А, Лен Вот эти вот Они Ну, смотри, это конкретная машина Это тоже Насчёт гарантии Это тоже Что самое? Четыре года Или пятьдесят тысяч То есть Я пятьдесят тысяч не наеду Значит, для меня это Четыре года Окей Хорошо Да Так Так Ты ж хочешь в Лиз взять Что ты говоришь? Ты ж хочешь в Лиз взять Ну, в Лиз, да Если в Лиз, так А вот имеет смысл брать в Лиз Или А, это Лена крутанула там Друзья, я почувствовал разницу Лиз Лиз Два года Три И Четыре Четыре Еще левее Да, еще левее Потому что вы сейчас у меня на борошке поедете Так Мы ушли в левую полосу Как бы там до 80 миль Как бы мы не обидели тут Правила дорожного движения Вы чувствуете, как она летит? Она летит А если бы вот я не был на спортивной Давайте обратно уйдем Я просто хочу, чтобы вы чувствуете Я чувствую Как она короткая Я очень хорошо чувствую Так Ну, так она и сейчас идет как родная Да, да, да Я бы не сказал, что она как-то ущемилась Она шикарная Боже Как она прет Хорошо Свет, ты чувствуешь что-нибудь на пассажирском сети? Нет А у нее колеса большие или что она? Нет, она просто другая Немного другого плана же Ну, просто я смотрю, как она по кочкам, по ухабам идет Тут, правда, значительных нету, но она Да, вот она гудит Вот запись потом покажет тебе, гудит она или нет Все-таки Она гудит Давай так Кондиционер же включен сейчас? Нет Кондиционер сейчас выключен Выключен Но кондиционер не гудит Это дорога гудит У нас, по-моему, открыто одно из Не, ну было бы тогда Вот так Накрыто все Ну 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 мы на 80м идем тоже Это не шутки А ты иди помедленнее Мы так никогда быстро не ездим Давайте на этой Дианзе На Дианзе Так, пожалуйста Так, значит Ну это все-таки хайвейные, шумные Тут еще дорога такая Не очень хорошая Мы на хайвей Мы всегда ездим с музыкой Или мы разговариваем У нас Я там обычно еду с камерой Поговорить пытаюсь Так Так Выходить на Дианзу На Дианзу, окей И разворачиваемся Вот так Окей Так что вы сегодня еще водили? Вы водили или Аксус? Аккуру Аккуру Инфинити Порш BMW BMW Тут еще Вольво Вольво Мы не стали даже садиться А потом следующее после Вольво было Не Аккура Не Аккура А какая-то Следующая была После кого? После Вольво следующая была Ой, Свет, не скажу Ой, не скажу Что это было? Далево Далево? Ага, окей То есть мы развернемся на И уйдем снова по хайбе Да? Угу В общем Чего-то водится Так даже не поймешь, что ведешь Мы Audi водились Ауди 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 И... Я пока вел ее, я был очень доволен Потом... Потом сел лексус и это было небо и земля Если я сказал, что, конечно, Lexus получше будет. При том, что по рейтингам Audi впереди. Вот там по всяким официальным. Но, но. Лево, 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 лево. Лево, влево. Sorry, sorry, sorry. Но не намного. Но не намного. Они в одном классе примерно. То есть разница. То есть они впереди на почти микроскопические какие-то величины. Но Lexus по своему ходу, конечно, мне понравился существенно больше. А вот интересно, она тоже выключает двигатель здесь? Да, она выключила уже. Вот моя, когда стартует, очень неприятно. Она бджи-джи-джи. Она, когда кто-то ест щелчет. Коль просто же останавливается и тоже выключает. Но он трогается. Вообще не слышно, что он трогается. Вы два разных класса между собой сравниваете. В вашей машине мы немножко ближе к земле. К простому, Света. А это поприличнее. У тебя правильно правильно, что это поприличнее? Не, она тоже включилась. Тоже слышно. Светик, я на твоей машине, когда водил, я очень хорошо слышал включение, и меня оно раздражало. Здесь я его даже не слышал. Если бы ты не стала говорить, что ты слышишь, то я могу тебе сказать, что я не слышал. Ну, еще раз, когда ты будешь не разговаривать, а вести тихо, оно тебя тоже будет раздражать. Ну, смотри, вот 60 миль и очень тихо. На 60 миль их тихо. Ну, что же, я очень доволен. Так, пряменько, да? Мы едем прямо на Саратоге. Так. То есть, это очень расхожая машина из того, что продается? Мы их продаем очень много в еде. Ну, больше, чем в JLA. Больше, чем в JLA. Нас вообще интересно, после того, как вы вышли с вашим репортажем в JLA. Русские пошли, да? У нас было много, да, русских. И все смотрят на JLA. Нет, ну, не то, что они наше кино смотрели. Я не знаю, что они смотрели, совпадения. Но вот все приходят и все. Я продала с того момента три машины уже JLA. Один сказал, что хотел JLA, привел. Жена, жена сказала JLC вот этому, которому я еду. Все спрашивают, парковались ли мы к бортику. Но мы до сих пор не парковались. У нас просто нету запаркованных машин. А это к бортику паркуется? Есть машины с парковкой. Опять-таки, мы их, они как только приходят, они сразу продаются. То есть это модная тишка? Ситуация будет такая же, да. Ситуация будет такая же, если вы решите идти с этой машиной. Ситуация будет такая же, как в варианте с осветительной машиной, где мы ее из другого города отбудем. Понял. Леночка, такой вопрос. Я, честно говоря, уже не помню, не обратил внимания в прошлый раз. Сколько времени занимает, чтобы по win number машины сказать, какая у нее trade-in value? Нам нужно ее в систему ввести сейчас. Вопрос заключается в том, что это 8.34 у нас вечера. Этот департмент у нас во Флориде. То есть там уже полтридент. То есть вероятность того, что они мне его дадут сегодня равна ну. Это вручную все? Как бы они должны, они все равно смотрят. Ага. А у вас есть такая же бумага, как у Светланы была? Он нам распечатал что-то, она не уверена, это он нам распечатал платежи. На это и на Саратоге будет выходить. Так, уходим. Бумага эта имеется в виду? Вот распечатка, где он... А-а-а-а. Нет, такой... Не фак, что он нам не давал ничего. Ну, потому что ты не попросил, он бы дался. Нет, ну он сказал, что такую-то вилку дал, тебе дали четкий номер. Нет, мне тоже дали вилку. Мне тоже дали от 10 до 12. А-а-а, окей. И на левую? От 8 до 10 мне дали. Я понял. Но в итоге дали 10. Да. Ну, выторговали, да. Надо это сделать, когда в дневное время. А вот такой вопрос, Леночка. Значит, когда... Ну, в целом мы не про нас говорим там или там еще что-то. Но когда человек сдает машину в Троидын, понятно, что она должна где-то обернуться. Вот, я не знаю, дали человеку 10 тысяч. Вот эта машина, человеку, который ее купит, вот она где примерно должна стоить? Все зависит от машины. Очень много машин, которые мы покупаем, и состояние машин, и километраж на машине. Очень много из них не проходят наш сервис, и мы их просто продаем на аукционах. Потому что мы, как AutoNation компания, каждая машина, которую мы выставляем на продажу, юзанная машина, она должна пройти сто- сто двадцать пять поинтов инспекции. Проверок. Да. Если хотя бы один из поинтов не прошел, и менеджмент видит, что нет смысла совершенно в деньги вкладывать в машину, они не будут себе голову ломать ничем, они просто продают в... Отдают в аукцион. В аукцион. Но, скажем... Те машины, которые остаются с нами, опять-таки, все зависит от того, там, что нужно было... Пряменько куда-нибудь? Пряменько, да. Что нужно было с ними делать? После того, как сделан сервис, когда поменяно масло, сделан полностью сервис весь на машину, как правило, на нашем дилере они добавляют от полутора до двух с половиной тысяч, и они продают. Но ведь машина, скажем, если ей десять лет, у вас же нет десятилетних машин на вашем лоте? Есть. Правда? Я думал, там три-четыре года, но обычно такие новенькие все. Мы держим машины, которым десять или больше десяти лет, у которых лоу-майлендж, у которых километражане. Вот типа Светиной. Типа Светиной машины, да. Светину машину после того, как они сделали на ней сервис, и там что-то... Что-то они меняли на ней, и она была в бадишап, они там красили эти... Царапинные бамперы. Что-то они с ней делали. Да, там был поторгнуть. И после того, как вот они это все сделали, я не помню, налево здесь. По-моему, она за 13 тысяч стоит на продаже сейчас. Ну, то есть, на самом деле, если кто-то придет, то, может, там, на тысячу дешевле оттуда. Нет. Мы, когда касается машин, которые были в употреблении, у нас мы не торгуемся. Понятно. Это одна цена и все. Ты и которого привык. Ага. Хорошо. Понятно. Понятно. А вот с точки зрения агрессивной политики, так сказать, продвижения Лиза, да? И я знаю, что у вас там чуть ли не 70% машин в Лиза берут. 75. 75. Люди, у которых бизнес может быть есть. В этой конкретной... Видите, разница в чем? Мы находимся с вами в Силиконовой долине, да? Какая основная особенность нашей Силиконовой долины? Это очень много людей, которые сюда приезжают работать по контрактам. Вы особенно будете очень хорошо знать эту область, да? Мы имеем знать кое-чего. Люди приезжают по контрактам из Индии, из Китая. У них контракты 2-3 года. Но им здесь платят, там, дают, скажем, со старта неплохую зарплату для них в их стране. И все, о чем мечтает этот ребенок, приехавший из Индии, которому 20 лет, он хочет водить Мерседес. Он не знает, или он здесь останется. Они не хотят думать о том, покупать машину, потом ее продавать. То есть молодняка много в Лизе? Для них, да. Самый оптимальный вариант для них, это взять машину в Лизе. Я понял. Ездить на ней 3 года. Вообще интересно. И потом они ее отдают. Очень много людей делают такую предоплату для Лиза, когда в конце Лиза вы деньги получаете какие-то назад. Ну да. Это тоже популярно. Но еще основная масса людей берет машины в Лиз, лишь только потому, что, как я говорила в прошлый раз, каждые 2-3 года новые технологии, какие-то новые модели появляются. Поэтому те, кто любят новые машины, или те, кто любят быть всегда впереди планеты всей, очень часто машины не приезжают. Удобно, да. Но все-таки вот ваша агрессивная политика со стороны компании, вы продвигаете Лиз. Мы продвигаем. Что вот, допустим, я как клиент сюда, да? Следующий. Следующий. Что я буду с этого иметь, например? Вот это, по-моему, да. Что вы будете с этого иметь? Вы будете, у вас будет платеж много меньше, чем на, когда вы машину покупаете. А в течение всего срока Лиза машина у вас под гарантией. То есть вам не нужно думать о том, что она вышла из гарантии. Ну и потом опять-таки это... Вы делаете сервис? Это включено в Лиз? У нас никогда сервис не включен в наш Лиз. Ой, мы тут сильно не проедем? Мы проедем. Сейчас вот эта машина выйдет, мы проедем. А я ей загородил обзор. В 9 закрываемся, так они мы блокируем. Это специально? Специально блокируем, потому что люди заезжают на и гадости всякие дела. Ой, бывает. Я просто покажу это, мы когда будем смотреть на цифры, оно в цифрах все хорошо видно. Ну то есть, грубо говоря, как бы есть финансовая выгода? Есть финансовая выгода в том плане, что у вас не... вы совершенно не волнуетесь о том, насколько машина... Ну что, налево, слева, справа? А, куда вам удобнее. Те люди, которые собираются долго машину держать, они ее обычно покупают. Те, кто любят менять машину... Ну, нам вот открыто сказали, по-моему, на Акуре или где-то в каком-то, или на Инфинити, он сказал, что... 4 тысячи цены сбросит. Нет, что качество... Или на Биндабл, я вам сказал. Да, он на Билан сказал, что качество машины такое, что я бы не советовала ее держать 10 лет. Нет, он сказал, что Биндабл это не та машина, которую 10 лет надо держать. Да, потому что дальше она начинает ломаться после там 3-4 лет. Она не то, что она начинает ломаться, просто вероятность, если она сломалась, а, скажем, поменять трансмиссию в машине вам будет стоить очень дорого. Я знаю, я столкнулась с Мерседесом с тем же самым, да? На нее все смотрят. Друзья, как вам цвет? Мне говорят, Миша, это, говорит, не тот цвет, который ты хочешь. Леночка, а что у нас еще? Например, Лена нам говорит, возьмите ЛИБА. Вот мы объявляем, так сказать, конкурс вот этот. Она не темнеет. Светочка, как его назвать? Как назвать этот цвет? Силго, выбери меня. Это серебряный. Выбери меня. ЛИБА. Серый. Или что это? Ну, это все металлик цветает. Хорошо, серебряный металлик, серый металлик. ЛИБА. А белый не металлик. Ну, белый, я боюсь, он у меня будет все время неаккуратно. А вот красненький, мне очень нравятся красненькие. О, красавец. Но мне говорят, не бери. Друзья, вот как вы скажете? Сейчас я не скажу красный, конечно. Александр. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»